Татьяна Малаева Это доставило молодой маме много неудобств Если на той неделе, допустим, нас включали ночью воду А с субботы или с пятницы уже перестали вообще включаться Мы запасались, ездили кто в родник, к родственникам Стирать нечем Ну вот, ребенка мыть нечем Улица Сиреневая и Полевая из десяти, которые обслуживает данная водонапорная башня Чаще других страдают от засухи Восемь лет назад здесь построили новую на семь метров выше прежней Но все равно летом приходится делать веерное отключение Оставлять одних без воды ради других Люди порядком устали Ну а что я могу сделать, что я буду говорить, куда мне что жаловаться-то? Администрация, что ли? Я здесь мало бываю Вот мне в Москву уже уезжать Жена ходила, она сейчас на работе ходили, подписи какие-то собирали А тут пришла гроза, а вслед за ней и новая засуха Коммунальщики винят молнию в том, что новенький насос, установленный в апреле этого года, сгорел Своими силами заменить детали у них не получилось Пришлось вызывать специалистов из Саранска на подмогу Трубы оторвались от сварки и ушли все на глубину 280 метров С самими, своим силами мы ничего не смогли сделать Работали бригады из города Саранска два дня Насос подняли накануне в 10 вечера, а новый заработал только к полудню дня нынешнего За три часа с момента пуска он выкачал из скважины 80 кубов За ремонтными работами наблюдала глава сельского поселения Елена Николаевна рассказала Скоро в Больших Березняках будет больше воды Сейчас в связи с тем, что у нас будут новые улицы там строиться Мы будем строить еще новую башню, чтобы люди были с водой Возможно, летом 2019-го на Сиреневой и Полевой будут с улыбкой вспоминать Как набирали воду в родниках и поливали огороды по ночам Алена Маскалева, Игорь Гангаев, Наши новости, Большие Березняки, Республика Мордовия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова